Всем привет, с вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет комедийного боевика 2018 года «Дэдпул 2». Уэйд Уилсон, он же Дэдпул, два года успешно борется с преступными группировками по всему миру, вырезая целые преступные синдикаты. Вернувшись домой, Дэдпул разбирается с крупной бандой наркоторговцев. Вот только её лидеру Сергею Волошникову удается укрыться в бункере. Когда к противнику подходят подкрепления, Дэдпул решает свалить на машине оказавшегося поблизости таксиста до Пиндера. Вернувшись домой, Уэйд поздравляет свою невесту Ванессу с годовщиной и дарит ей жетон из скибола, а девушка радует жениха новостью, что она очень хочет от него ребёнка. Когда счастливая пара выбирает имя для будущего малыша, в их дом неожиданно вламываются вооружённые бандиты, но Дэдпул быстро разбирается с ними. Однако следом появляется Волошников, который случайным выстрелом убивает Ванессу. Разъярённый Уилсон выпрыгивает из окна, вытаскивает Волошникова из его машины и, крепко обняв гангстера, выходит вместе с гангстером на дорогу, где их на огромной скорости сбивает машина скорой помощи. После смерти любимой Уэйд впадает в жёсткую депрессию и пытается заглушить свою горе алкоголем. Это не помогает, тогда Дэдпул идёт к бывшей соседке Слепой Эл, чтобы поделиться с ней своими переживаниями. Вот только старушка ничем не может помочь парню. Окончательно отчаявшись, Дэдпул устраивает мощный взрыв, который разрывает его на куски. Уэйд, наконец, встречает Ванессу, вот только он не может пробиться к девушке, которая заявляет, что его сердце всё ещё не на месте. Неожиданно Дэдпул возвращается в наш мир, так как Колосс аккуратно собрал в мешок его части тела и отнёс в особняк людей Икс. Вскоре Уэйд полностью регенерирует, а Колосс объясняет товарищу, что мутанты живут здесь как одна большая семья, и предлагает Дэдпулу присоединиться к ним. Юный Рассел попадает в приют для трудных подростков с суперспособностями, под названием Центр перевоспитания мутантов. Директор приюта очень жестоко относится к своим воспитанникам, считая их злобными созданиями, которых невозможно контролировать. Директор самыми бесчеловечными способами пытается вытравить из детей Ген Икс. Устав от издевательств, Рассел поднимает бунты, используя свою суперсилу владения огнём, он поджигает всё вокруг и собирается убить директора. Полиция не может справиться с мутантом, поэтому на место происшествия прибывают Люди Икс вместе со стажёром Дэдпулом. Разговорчивый Уэйд решает сам провести переговоры с разбушевавшимся мутантом. Однако тот психует, называет себя Фаерфистом и несколько раз атакует Людей Икс. Дэдпул не сдаётся, однако парнишка замечает ехидно улыбающегося директора и в гневе бросает фаерболом в переговорщика. Раздосадованный Уэйд оглушает Рассела своим мечом, а копы надевают на него ошейник, который подавляет все суперспособности. Парнишка умоляет не возвращать его в дом и утверждает, что над ним там жестоко издевались, а Дэдпул замечает следы побоев на теле Рассела. Поняв, что парнишка не врёт и приют действительно похож на настоящий ад, Дэдпул в ярости расстреливает одного из охранников, однако директору удается спрятаться за машиной. Полиция и Люди Икс не оценивают благородный порыв Уэйда, также надевают на него сдерживающий ошейник и отправляют в суровую тюрьму для мутантов под названием Айсбокс. В заключении Рассел заявляет, что им нужно создать альянс сильнейших супергероев. Дэдпул в шутку отвечает, что для этой цели лучше всего подойдёт здоровенный Джаггернаут, которого держит под надёжной охраной в подвале тюрьмы. Потеряв свою способность к ускоренной регенерации, Уэйд слабеет с каждым днём, умирая от прогрессирующего в его теле рака. К тому же Дэдпула сильно избивают другие заключённые из-за дерзящего всем подряд Рассела, после чего старший товарищ заявляет парнишке, чтобы тот как-нибудь сам разбирался со своими проблемами, что сильно задевает Рассела. Нам показывают недалёкое будущее. В доме, разрушенным мутантом по имени Файерфист, киборг-наёмник Кейбл находит свою погибшую семью, а рядом обгоревшую игрушку медвежонка. Мужчина хватает медвежонка, после чего использует артефакт для перемещения во времени и переносится в наше время, чтобы найти убийцу своей семьи и разобраться с ним до совершения злодеяния с помощью мощного оружия из будущего. Кейбл быстро добирается до Айсбокса, и с боем прорывается внутрь. На пути к камере Рассела наёмник разбирается с несколькими охранниками, а затем открывает камеры с заключёнными, устраивая внутри настоящий хаос. Вскоре Кейбл находит Рассела и собирается его убить, но Дэдпул, видя это, встаёт на защиту пацана. Наемник понимает, что ему придётся разобраться с Уэйдом, чтобы наконец покончить с Файерфистом. Один из выстрелов Кейбла попадает в ошейник Дэдпула, который окончательно слетает с тела заключённого, когда тот падает с большой высоты вместе с противником. После чего к нему возвращаются способности к регенерации. Схватка продолжается. Кейбл наносит Дэдпулу мощный удар и забирает как сувенир выпавший жетон поверженного противника. На вопрос наёмника, почему заключённый защищает Файерфиста, Уэйд отвечает, что ему плевать на пацана, чем окончательно разочаровывает слышавшего это Рассела. Уэйд понимает, что ему не справиться с опытным наёмником и подрывает его гранату, из-за чего Дэдпул и Уэйд падают с тюремной стены, а Рассел остаётся внутри. Кейбл цепляется за камень, а Дэдпул получает многочисленные повреждения и падает в озеро. Мужчина вновь оказывается рядом с Ванессой, которая отказывается разговаривать с ним. Тогда Уэйд понимает, что он должен помочь Расселу. В баре Дэдпул узнаёт от своего друга по прозвищу Харёк, что Рассела через несколько дней будут перевозить в особо охраняемую тюрьму в бронированном транспортном средстве. Чтобы спасти пацана, Уэйд решает собрать группу супергероев. Дэдпул нанимает лучших из лучших и называет свою команду «Сила Икс». Кейбл ловит и связывает Харька, который сразу же выдаёт наёмнику информацию про Рассела и Силу Икс. В «Айсбокс» Рассел вспоминает слова Дэдпула про Джаггернаута и пытается подружиться с гигантом, несколько раз принеся ему в камеру еду из тюремной столовой. В назначенный день Дэдпул со своей командой прыгает с вертолёта, собираясь перехватить транспортные средства с заключёнными. Однако из-за сильного ветра всё идёт не по плану, и почти все члены отряда погибают при приземлении, кроме самого Дэдпула и Домино с суперсилой невероятного везения, которое быстро захватывает управление транспортным средством, выбросив водителя на дорогу. Кейбл также забирается на грузовик, но его отвлекает подоспевший Дэдпул, заставляя наёмника на время забыть про свою основную цель. Пока Уэйд безуспешно пытается запрыгнуть на транспортное средство, Домино вступает в схватку с мощным врагом. Благодаря своей удачливости девушка держится какое-то время, но Кейбл пересиливает её и собирается прикончить. К счастью, Уэйд мешает наёмнику, который тут же выхватывает ствол и выпускает всю обойму в Дэдпула, ловко уклоняющегося почти от всех пуль. Домино возвращается за руль грузовика, у которого полностью отказали тормоза. Рассел, пользуясь моментом, освобождается из камеры, а затем выпускает на свободу огромного Джаггернаута, который сильнейшим ударом разрушает транспортное средство и асфальт под ним. Все выживают при жёстком падении, а Джаггернаут сразу же устремляется к Дэдпулу и без разговоров разрывает его тело на куски. Верхняя половина Уэйда пытается извиниться перед Расселом, однако парнишка заявляет, что он уже нашёл себе друга, с помощью которого он собирается уничтожить ненавистного директора приюта. Домино относит истерзанное тело Уэйда к слепой Эл, где тот довольно быстро заново отращивает нижнюю часть тела. Неожиданно появляется Кейбл, который и просит помощи у ребят, так как в одиночку ему не справиться с Джаггернаутом. Наемник рассказывает, что после убийства директора приюта Рассел станет суперзлодеем и через несколько лет убьёт всю его семью. Дэдпул соглашается помочь при условии, что Кейбл даст ему возможность поговорить с Расселом. Уэйд просит Колосса помочь в противостоянии с Джаггернаутом, но здоровяк отказывается, так как он очень разочаровался в товарища. Команда приезжает к приюту почти одновременно с Расселом и Джаггернаутом. Они пытаются уговорить пацана остановиться, но тот никого не слушает и бросается в погоню за директором. Дэдпул, Домино и Кейбл с его мощным оружием из будущего сражаются с Джаггернаутом, но они ничего не могут противопоставить невероятно сильному гиганту. Когда кажется, что всё пропало, появляется Колосс, решивший всё-таки помочь другу. Колосс понимает, что Джаггернаут гораздо сильнее его, и пытается побороть врага, используя грязные приёмчики. Домино проникает в приют, где на неё нападают охранники, однако девушка быстро разбирается с врагами с помощью супервезения, после чего выводит испуганных детей из охваченного пламенем здания. Дэдпул и Кейбл забегают в приют, где пытаются остановить разъярённого Рассела от убийства директора, однако парнишка не хочет ничего слышать и швыряет в ребят фаерболами. Колосс проигрывает бой Джаггернауту, но вовремя появляются боеголовка и Юкио, которые помогают стальному гиганту засунуть оголённый электрический провод прямо в зад противника и оглушить его на продолжительное время, искупав громадину в бассейне. Уэйд пытается уговорить Рассела прекратить бойню, однако парнишка не верит мужчине, считая, что тот предал его. Тогда Дэдпул надевает на себя сдерживающий ошейник и просит паренька убить его. Кейбл стреляет в Рассела, но Дэдпул принимает пулю на себя и получает смертельное ранение. Рассел плачет, понимая, что Дэдпул пожертвовал собой ради него. Неожиданно обгоревший плюшевый медвежонок погибшей дочери Кейбла, который наёмник везде таскает с собой, становится целым и чистым. А значит, будущее изменилось, и теперь семья мужчины в безопасности. Дэдпул отказывается снимать ошейник, сказав, что он выполнил свою миссию, и вскоре умирает. Уэйд вновь встречается с Ванессой, которая нежно обнимает жениха. Однако девушка уверена, что его время ещё не настало. Кейбл решает вернуться на несколько минут в прошлое, используя последний заряд артефакта, чтобы спасти товарища. Наемник перемещается в тот момент, когда они приехали в приют, и, похлопав Уэйда по груди, он помещает ему за ремень кобуры для мечей тот самый жетон из скибола. Кейбл вновь стреляет в Рассела и попадает прямо в жетон на груди Дэдпула. Уэйд понимает, что сделал товарищ, спасший ему жизнь, но лишивший себя возможности вернуться в будущее к своей семье. Наемник объясняет, что главное – это безопасность семьи. А он сам собирается остаться в этом времени и помочь людям Икс не допустить приближающегося апокалипсиса в будущем. Рассел помогает Дэдпулу снять ошейник, после чего ребята всё вместе покидают детский дом. Тут же у них за спиной возникает директор заведения, который кричит, что ненавидит мерзких мутантов, которые сожгли его любимый приют. Неожиданно появляется Допиндер на своей машине, который размазывает злобного директора по асфальту. В финале боеголовка и Юкио восстанавливают устройство для путешествий во времени и отдают его Уэйду. Дэдпул первым делом спасает Ванессу, убив Волышникова, когда тот вломился в их квартиру. Далее герой убивает свою угрюмую копию из Люди Икс начала Росомаха. А также актёра Райана Рейнольдса, у которого на руках сценарий к фильму «Зелёный фонарь». Дэдпул решает не останавливаться на достигнутом и появляется у колыбели Адольфа Гитлера, но не может поднять руку на младенца и говорит, что позже вернётся вместе с Кейблом, который и любит убивать детей. Как вам фильм Дэдпул 2? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!